Всем привет! Данное видео будет более разговорным на тему Огонных Исов. Приятного просмотра! Итак, скилл таких чантов чаще всего используется на соло цель, поэтому особых махинаций не требуется. Куда реже игроки одевают своих квино-саппортов во что-нибудь поинтереснее. Для многих оставить карманного ПП или СВС в квестовых предметах будет вполне достаточно. Главное ставить их на безопасном расстоянии, но на допустимом рейнже скиллов, для того, чтобы раскидывать баф и возможно подхиливать или даже лес. Мейн ДТ. Напоминаю о том, что обязательно должно быть одето ожерелье на перезарядку умений. Достаточно будет квестового. На 85 уровне нам дают дежутерию ада. И пойманный гамонгл Водяной Ари, прокачанный до 5 уровня, с прокачанной также топ способностью на перезарядку умений. Для некоторых игроков такой степени буста Винаиса будет недостаточно. Ведь уже могут понадобиться безоткатные руки ангела, рапсодия битвы почаще, да и вообще не по фэншую. И здесь открывается вечное бесконечное. Сет. Тип сета выбирайте лайт. Это может быть варианты R99 или R110 доспехи от плюс 8, либо сет подсчета за точкой лучше на плюс 10. Подсчет в лайт сете характеристики скромнее, чем в нормальных R99 или R110. Диадема стража плюс 5, либо драгоценная диадема для атрибута и физ. дефа. Масс хэв для любого чанта усилены R110, парные топоры безмятежного от плюс 4. Конкретно эти топорики добавят нам перезарядку умений минус 3%. Парочку СА, Кайн и Лионел пятого уровня для разгона хп. СА, Шилин или Шилка от пятого уровня, чтобы улучшить стат перезарядки умений. Серьга атласа плюс двина добавит нам атрибут дефа, либо Серьга падшего ангела от плюс 7 третьего уровня. Будет дополнительная перезарядка умений минус 5%, немного опыта, а также АТТ дефчика. Благословенная Серьга антараса, прибавит немного дефа. Ожерелье души френтезы с селенитом, перезарядка умений минус 13%. Квестовые бижи, ожерелье ада будет минус 10% по умолчанию. Кольца могут быть и винтовые, но я бы посоветовала кольцо ангела от плюс 6 с третьим селенитом. Это даст нам 74 АТТ дефа и кольцо Белефа, которое дает 12% к маг дефу. Либо кольцо падшего ангела от плюс 6, если вы качаете вашего твиночка. Футболку можно оставить стартовую или можно сделать ее из кожи дракона плюс 5. Это вторая стадия футболки, что выдавало перезарядку умений минус 3%. Что касается броши, брошку можно оставить ту, которую нам дают по квесту на 99 уровне. Камни на ваш выбор, но хотя бы большой аквамарин для кд скилов, если есть необходимость. И если вам нужен дополнительный скилл энергия лавиан роз. Браслет может быть и квестовый, или улучшенный карли. Он даст немного дефчика. У меня обычный карли. По талисманам. Талисман золотого дерева, который дает нам перезарядку умений минус 3%. Талисман сайхи 8 уровня плюс талисман бенира. Для активации стата у талисмана сайхи перезарядка умений минус 5%. Талисман мамонна, перезарядка умений высокого качества. Физ маг деф, который дает нам как дефчика, так и кд скилов по необходимости. Талисман защиты от 8 уровня. На ваше усмотрение. Разгоняет деф. Квестовый браслет семени. Добавит АТТ дефа и откроет 1 слот под брелок. Брелок берите от плюс 6 тельца. Он добавит хп и физ деф. Для длина будет достаточно книги первого уровня. Для активации статов книги заполните комплект болванками. Просмотрите артефакт защиты стихии баланс, который прибавит плюс 30 АТТ к дефу. Не забудьте про дуал скиллы. Обязательно берите скилл восстановление, который дает перезарядку умений минус 4%. Остальные на ваше усмотрение. Скилл улучшенное состояние на хп или скилл защита на постоянный деф. Скиллы за мейн и дуал 107-109 уровня. Сопротивление стихиям и увеличение аден. Весьма себе неплохие. И не забывайте про эспа скиллы. При желании можно установить бюджетные татуировки на вынт. Для тех, кто побогаче, можно заточить 101 скиллы на плюс 20 и сделать себе 110 скиллы для твина. Все вышеперечисленное не является обязательным для оконного варианта. Просто к размышлению для тех, кто одевает оконного бафера. Благодарю всех за внимание, подписки, комментарии и поддержку. Желаю вам приятной игры и до скорого!